Всем здорова! В данном видео хочу поговорить про сериал Ронетки. Ну а перед тем, как мы начнём, не забываем подписаться на канал и бахнуть колокол. Итак, сегодня сериал Ронетки, 2008 года. Как-то смотрю я телек, и как обычно, вечером начинается сериалка детства. И тут хоп, смотрю, что что-то не так. Вижу, появляется Трофимов, и думаю, по ходу продолжения сериала. И облом. Выходит название сериал Ронетки. И это полная фиаско. Это фиаско, братан! Друзья, также хотелось бы показать только подростков из сериала. Если же вы хотите увидеть актёров постарше, дайте знать в комментариях. Ну что ж, давайте же узнаем их реальные имена, и какие они были тогда, в 2008 году, и какие они сейчас, в 2023 году. Ну что, погнали? Ну что, родной рот, погнали! На самом деле, это всё не то. Знаете, я хочу в Норвегию, на фьорды. Потрясающе красиво. Начнём с Михаила, который появляется в середине сериала. Номер один, Максим Амельченко. В 2008 году ему было 22 года. Годом позже основал рок-группу Пал Абама. Больше предпочитает посвящать время театру. Наверное, самый популярный его сериал – это «Универ. Новая общага» 2011 года. На 2023 год актёру 37 лет. Гудсул, которого Лера всегда ставила на место. Номер два – Дмитрий Тихонов. В 2008 году ему был 21 год. Что сказать про Диму? Карьера у него, конечно, стартует отвратительно. Одним словом – провальные проекты. Также был в рок-группе Бал Абама. А в 2011 году уже её покинул и начал сольную карьеру. А вот в 2020 году и вовсе прекратил кинокарьеру. Сейчас актёру 36 лет. А вот и Коля. Кажется, по нему сохла Женя, но это не точно. Номер три – Артём Лысков. В 2008 году ему был 21 год. В 2012 году окончил музыкальный театр в Нью-Йорке. Также имеет свой личный сайт. Актёр предпочитает больше сниматься в сериалах. В таких, как «Медсестра», «Карпов», «Измены» и другие. На 2023 год актёру 36 лет. Привет. Вот хавш, мне тоже нравится. Осторожно. Спасибо. Небольшая роль Антона Маркина. Номер четыре – Артур Сопельник. В 2008 году ему было 17 лет. С 2017 года сотрудничает с театром «Луна». Ну и, конечно же, все мы помним его по ролику «Детство». 2006 года актёр также плотно застрял в сериалах. Таких, как «Меч», «Второй сезон», «Карпов» и, конечно же, более известный сериал «Физрук» и другие. На 2023 год Артуру 32 года. Супер! Надо Деда обрадовать! Тебе недорого звонить? Сейчас я его позову! Деда, иди скорей! Лена, которая жила с дедом. Номер пять – Елена Третьякова. В 2008 году ей было 20 лет. В юности активно занималась спортом, особенно футболом. В 2005 году стала солисткой группы «Ранетки». У актрисы всего-то шесть кинопроектов. На 2023 год Елене 34 года. А здесь Аня, которая любила говорить закадровым голосом. Номер шесть – Анна Руднева. В 2008 году ей было 18 лет. Всего у актрисы четыре кинопроекта. Пыталась также восстановить группу «Ранетки», но ничего не вышло. Плюсом Анна предпочитает вокал. На 2023 год актрисе 33 года. Эй, где Прокопева? Нет, не я. Ну, это же ты новенький в 10-м Б. Что? Если это ты, то тебя там ждут. Кто? Выйди, да посмотри. Ну и вот она – ревнивая Наташа. Номер семь – Наталья Мельниченко. В 2008 году ей было 18 лет. Первое ее появление было в сериале «Счастливы вместе». В общей сложности у актрисы всего 8 кинопроектов. Также она счастлива в браке. Но вы же знаете, да, ее историю. На 2023 год актрисе 33 года. Ну а тут более известная актриса. Номер восемь – Татьяна Козючиц. В 2008 году ей было 22 года. Как раз таки этот сериал «Ранетки» был первым у нее в кинопроекте. Известны ее сериалы «Одна ночь любви», также 2008 года, «Чужая стая» и другие. На 2023 год продолжает сниматься. Сейчас Татьяне 37 лет. Евгения, которую грузили родители по учебе. Номер 9 – Евгения Огурцова. В 2008 году ей было 18 лет. После «Ранеток» появится в сериале «Амазонки из глубинки» 2010 года. Как говорится, она творческий человек. Этим сейчас она и занимается. На 2023 год актрисе 33 года. А эту актрису плохо помню. Вроде как она любила покастить. Номер 10 – Алла Подчифарова. В 2008 году ей был 21 год. Карьера, как известно, стартует в сериале «Папиной дочки». Наиболее известный фильм с ней – «Домовой» 2019 года. А вот год назад она и вовсе прекратила сниматься. Сейчас актрисе 35 лет. Что я? Я же не буду всегда с тобой. Вот смотри, тебе даже в отпуск поехать не с кем. Я думал, с отпуском, но и решишь. Не совсем. Я с тобой не поеду. А вот и Лера, которая любила парней постарше. Номер 11 – Валерия Козлова. В 2008 году ей было 20 лет. В 2009 году покинула группу «Ранетки» и стала вести сольную карьеру под руководством продюсера из группы «Квест Пистолс». А уже вот в кинокарьере был ее последний проект «Береговая охрана» 2012 года. На 2023 год актрисе 35 лет. И, наконец, новая барабанщица Нюта. Номер 12 – Анна Байдавлетова. В 2008 году ей было 16 лет. Пришла в группу вместо Леры. Всего у актрисы 5 кинопроектов. Из них самый известный сериал «Майя» 2014 года. На 2023 год актрисе 30 лет. Что по итогу? А итога, по сути, нету. Единственное, непонятно как, но этот сериал был очень популярным. Ну что ж, друзья. И на этом я завершаю свое видео. Оставляйте лайки, также ваши комменты. И да, не забываем поделиться этим видео в соцсетях. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok